Выгребная яма своими руками Здравствуйте! Для начала давайте определимся, что такое выгребная яма. Выгребная яма – герметичная емкость, которую нужно время от времени опорожнять при ее заполнении. Конструктивно выгребная яма не предусматривает просачивание ее содержимого в грунт через дно или стенки. Хотя для того, чтобы яма не так часто наполнялась, многие умельцы советуют делать множество отверстий в ее стенах. Также выгребная яма часто лишена своего дна. И действительно, несколько лет такая сливная яма абсолютно не будет нуждаться в ее откачке. Но рано или поздно подобная конструкция заиливается, и любая яма все же заполнится содержимыми вашего унитаза, поскольку станет почти герметичной. Причем грунт, смешанный с силом из выгреба вокруг ямы, возможно, начнет неприятно подванивать. Хорошо, а если септик? Если взять нашу герметичную выгребную яму, вплотную к ней приделать еще одну, и устроить между ними перелив, то мы получим подобие септика. В первой яме по мере ее наполнения будут откладываться отходы покрупнее, а слегка отстоявшаяся жидкость будет переливаться в соседнюю яму. Во второй яме откладываются отходы более мелкой фракции, а еще более очищенная жидкость подается либо в еще одну выгребную яму, коих может быть сколь угодно много, либо направляется в фильтрационные поля. Фильтрационные поля – это перфорированные трубы, зарытые в землю на определенной площади. Через отверстия в трубах вонючая жижа впитывается в грунт. Само собой, что эти трубы со временем тоже заиливаются, а грунт над ними начинает подванивать и превращаться в болото из вашего собственного дерьма. Конечно, чудес не бывает. Либо откачивай дерьмо из емкостей, либо делай болото из дерьма на своем участке. Таким образом, рано или чуть позже, любой септик обязательно превратится в выгребную яму. Обязательно. И его тоже нужно будет регулярно выгребать. Я сейчас умышленно опускаю тему наполнителей для септика, которые, кстати, можно засыпать и в обычную выгребную яму. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что если выгребная яма имеет дыры в стенах, то она автоматически превращается в септик, где вместо полей фильтрации получается некий фильтрационный цилиндр вокруг дырявых стенок ямы. А если же выгребная яма еще и без дна, то получим септик с фильтрационным стаканом. Берите на вооружение. Осталось только получить патент. Еще одно замечание. Выгребная яма из железобетонных колец в местах стыка не герметична. По этой же причине в большинстве случаев нельзя называть выгребной ямой новое изделие из кирпича и так далее. А вот когда все щели заилятся, то и эти изделия, и даже септик, вы обязаны будете называть выгребная яма. Теперь, когда мы знаем, как происходят процессы в осенизаторных системах, знаем о возможных последствиях и предстоящих трудностях с их обслуживанием, легко сделать взвешенный выбор. Напомню, мы строим баню, и у нас будет отдельная выгребная яма только для унитаза. Да-да, для единственного бытового прибора унитаза своя личная выгребная яма. Все остальные санитарно-технические приборы, контрастный душ, обливное ведро и рукомойник, мы будем выводить отдельной веткой в ливневую канализацию. Применение стиральных порошков и использование прочей химии у нас в бане не предусмотрено. Но, если бы у нас предполагалось наличие в канализации химии, порошков и регулярных жировых отложений, то непременно нами была бы организована отдельная от фекальной еще одна выгребная яма или септик для порошков и химии. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...